Записываются на прием по личным вопросам главе города всегда с абсолютно разными проблемами. Медицина, ЖКХ, образование, вопросы малого и среднего бизнеса приходят и с сугубо личными проблемами. Разговор может касаться всех сфер жизни. Общаться с жителями, у которых есть проблемы, всегда непросто. Всплеск эмоций, бывает, затрудняет возможность вникнуть в суть вопроса. Поэтому глава города Игорь Диченко всегда дает время всем выговориться, вникает в проблему и начинает диалог. Когда требуется, обязательно вызывает заместителей, начальников управления и соответствующих служб. Это экономит время в решении вопросов и укрепляет доверие людей. Нерешаемых вопросов нет. Они есть либо долго решаемые, объективно, если это финансовые большие затраты, либо от неумения чиновников решать эти вопросы. Есть вопросы, которые решаются буквально за 10-15 минут. Но человек может к двум-трем заместителям ходить и не решать. То есть здесь это все индивидуально, каждый вопрос надо решать. В этот раз на состоявшемся приеме в администрации Центрального района привычных вопросов по ЖКХ не было. А те, с которыми жители записывались ранее, власти города решили еще до начала приема, сработав на опережение. Не первый раз особое внимание Игорь Диченко уделяет многодетным семьям. Так, в семье Приходько, воспитывающей четверо детей, благодаря вмешательству главы города, на две жизненно важные проблемы стало меньше. Сейчас оперативно решился вопрос с подключением электроэнергии. Ранее глава города решил вопрос с разрешением на строительство. Мы два с половиной года пытались его добиться. Как только записались, сразу дали. Год назад мы получили техусловия, но пообещали, что через месяц нас подключат к электричеству. Поставят нам столбики, наконец-то. Большое ему спасибо. Благодарность за это, что он нас не отталкивает народ, всегда принимает. От социально значимых вопросов перешли к культурным. Неравнодушный житель нашего города вышел с предложением открыть в Новороссийске отделение филармонии. Глава поручил рассмотреть такую возможность. Всегда приятно, когда об улучшении жизни в Новороссийске думают и сами горожане. Такие регулярные встречи с жителями всегда полезны для всех. Для городских властей понять, какие сферы требуют доработки. Для самих заявителей – оперативное решение их вопросов. Ведь, приходя лично к Игорю Диченко, они обязательно получат или конкретную помощь в решении проблемы, или же в случае, если просьба не относится к компетенции администрации, письменный ответ, куда именно нужно обращаться за разъяснением. Александра Гришина, Петр Ёркин, Новая Россия.